Клуб Орленок везет свою историю с 1977 года. Именно тогда несколько видновских дюдоистов организовали секцию спортивной борьбы. Помещение для нее было найдено в здании бывшей котельной. В этом помещении находилась угольная котельная. С капитальными хорошими стенами, с кровлей, с подведенными коммуникациями. Вода, тепло, электричество подведено свое. Со временем нашему клубу перешла часть территорий подсобных. Там были мастерские. У нас зал расширился. Спортивный клуб и сейчас расположен в том же здании. На первом этаже два зала для борьбы и один тренажерный. На втором – раздевалка. Помещение уже стало тесновато, ведь население города с каждым годом увеличивается. В Орленке 300 воспитанников. Дети занимаются в две смены. Хотелось бы, чтобы у нас тоже в округе, в нашем таком, в одном из самых старых клубов были нормальные условия. Мы заслужили их. И ребята тоже достойны заниматься в более лучших условиях. Уже 15 лет руководит спортивным клубом Гаджимурад Гаджимурадов. Тренер высшей категории, мастер спорта подзюдо. Сам в прошлом воспитанник Орленка. По моему приглашению я пригласил сюда Граина. Он у нас был на прошлой неделе. Посмотрел, конечно, его впечатление было не очень от состояния, от условий, от нагруженности нашего спортивного объекта. Причем он эту борьбу-то сам знает хорошо. Он бывший самбист. Стоит отметить, что филиалы Орленка есть в Молокове и в совхозе имени Ленина. В черте города также работают секции спортивного клуба. Они расположены в видновских школах. Самая прелесть зданий, которые находятся в центре города. Дело в том, что у нас вид спорта массовый. Родители, маме, папе, они на работе. Они знают, что ребенок не надо на двух, на трех автобусах никуда ехать. Вот он вышел из дома, сделал уроки, пришел на занятия. Или до школы пришел на занятия в пределах 10-15 минут. Шаговая доступность. Такой спортивный клуб – это, конечно, уникальная возможность для наших детей расти. Ратмир Мусаев занимается дзюдо уже 6 лет. За это время мальчик успел стать призером нескольких областных соревнований. Это оранжевый пояс, это 4К. Мы набираем белый, сначала выдается нам, когда мы идем, ну, повязка. Потом мы набираем по броскам на желтый и удержание. Потом идет оранжевый и так далее. Этот вид спорта вполне по нраву и по силам девочкам, которых в Орленке занимается немало. Я крайне была удивлена, что мой ребенок выбрал именно занятие дзюдо. Но сейчас, спустя вот уже полтора года, как она занимается, я вижу, насколько у нее появился характер. И, ну, надеюсь, что в дальнейшем у нее будут успехи благодаря клубу Орленок. 11-летняя Лиза Красова решила возобновить тренировки после 6-летнего перерыва. Я хочу участвовать в соревнованиях. В первую очередь я хочу просто научиться заново. И хочу, естественно, на соревнованиях. Воспитанники Орленка – постоянные участники и победители областных и всероссийских соревнований. Ежегодно появляются кандидаты и мастера спорта. Занятия проводят заслуженные тренеры, которые тоже начинали карьеру в стенах этого клуба. Наталья Буслаева, Александр Логинов и Елена Кошелева. Видное ТВ.